СПАРТАК 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 То же самое мы видим и сегодня. В общем, ни одной неожиданности нет ни в составе «Спартака», ни в составе «Киевского Динамо». «Спартаковцев», наверное, прежде всего, вот отсутствие травмирного Быстрова, но это и было как бы известно нам всем. А «Киевлян», ну, наверное, это тоже по травме. Это молодой вратарь, всего лишь 18 лет. Александр Рыбко. Да, Рыбко. Вратарская фамилия. Все остальное, как и ожидалось, все боевые составы. Единственное, наверное, у «Киевлян» не предполагалась игра «Верпаковского». Я думал, что будет играть «Шатских». Но вот Анатолий Дебьяненко принял решение поставить вторым нападающим «Верпаковского». Вот опасный момент. Хорошо ребро вбил сейчас. А атаку на правом фланге начал Олег Гусев. 20-й номер. Особое внимание к этому футболисту. Это лучший футболист Украины вот по итогам прошлого года. Он начинал атаку, но обил действительно Сергей Ребров. Это особая история. О Сергее мы еще расскажем. Расскажем. Белькевич, капитан Киевлян. Делает передачу направо. Снова Гусеву. Гусев получает мяч в ответ. Делает ложный замах. Навешивает. Здорово. Это Ковач снял сейчас с головы у Ринкона, по-моему. Да, Ковач, можно сказать, новоявленный центральный защитник московского «Спартака». Но вынужденная реорганизация. Ушел Дидич. Он продан «Спартаком» английскому клубу «Манчестер Юнайтед». И поэтому приходится Старкову, главному тренеру, здесь вносить какие-то изменения. Сейчас к нам подошел Владислав Ващук. И мы сейчас его спросим. Владислав, почему вас нет в составе старта? Мы в запасе. Вы мне скажите, я передам нашим признакам. Просто после травмы, да, мы знаем, что вы не с самого начала присоединились к команде. Только вот сейчас прилетели на этот сбор, на этот турнир. Завтра у Киевлян, вот говорят, будет товарищеская игра с местным клубом. И там Владислав, скорее всего, выйдет на поле. Ну что же, мы продолжаем наш репортаж. И давайте еще раз, значит, о составе «Спартака». «Спартак» играет с одним нападающим. Ковлюченко, у Киевлян два форварда. Клебер и Верпаковский. Вы знаете, вот начали говорить о защитниках. И нельзя не отметить, что у сборной Украины есть хороший потенциал. Вот молодой защитник вчера мы видели, да, Чегринский. И сейчас вот Гусев лучший защитник Украины. То есть неплохие есть резервы на Украине именно по защитнику. Чего нельзя, конечно, про Россию сказать, но пока что братья Березуцкий это основное. Вот в эту тему я вам должен сказать, что есть очень хороший резерв в запасе сегодня у киевского «Динамо». Это, внимание, российский защитник Андрей Ещенко, игрок нашей молодежной сборной. Он играл за «Химки». Вроде бы должен был попасть в московское «Динамо», чтобы не срослось. И теперь он играет за Киев и вот в запасе. Ну а запасных мы скажем чуть позже, потому что так нагнетается атмосфера у ворот Войцеха-Ковалевский. Очередной штрафной. Кто будет бить? Четвертый номер. Это Радольфа бьет. Радольфа один из двух центральных защитников, бразильских центральных защитников. У Анатолия Демьяненко, Родриго и Радольфа. 24-й, 44-й номер. Я знаю, что к ним были претензии по матчу со швейцарским «Туном». И Суркис, по-моему, сказал, что просто они провалили тот матч. И я помню, злосчастный, напомню, для киевлян матч, который лишил их продолжения борьбы возможности или продолжения борьбы в Лиге Чемпионов. Радольфа пробил выше, Ковалевский вводит мяч в игру. Что, с первых минут «Спартак» попадает под небольшой пресс киевлян. Но это и ожидалось. Как и во вчерашнем матче, наверное, украинские команды сейчас находятся в более выгодном физическом состоянии. И меньше у них была пауза, и раньше начинается национальный чемпионат после паузы. Поэтому, наверное, сейчас в лучшей физической кондиции все-таки находятся украинские клубы. Но «Спартак», мы знаем, что всегда был силен не только физической своей готовностью, но и игровым мышлением. Поэтому будем ожидать, что все-таки «Спартаковцы» в другом компоненте переиграют киевлян. Ну, вы затронули тему, Николай, вчерашнего матча. Еще раз скажу, что ЦСКА проиграл Донецкому «Шахтеру» 1-3, хотя открыл счет на новобранец ЦСКА. Бразильный «Жо» забил на седьмой минуте. А потом три мяча ворота «Армейцев» провел Брандау, бразильский нападающий «Шахтера». Два гола он забил с пенальти из своего хет-трика. «Армейцев» не хватило функционально, конечно. Не было свежести, они проигрывали все единоборства. Но надеемся, что все-таки «Спартаковцы» будут в лучшей форме. Они пораньше начали готовиться к сезону, провели больше игр. Будем надеяться, что они, конечно, выдержат прессинг киевлян. Ну и, как вы знаете, Абов, внимание, что-то похожий эпизод на пиражей. Надо покатить Ковальчуку сейчас. Ой-ой-ой, Павлюченко не только не покатил Ковальчуку, а решил пробить сам. И мяч у него срезался. Мы знаем, что, в принципе, можно, может пробить Павлюченко поворотом. Даже попасть в девятку примерно. Вот из такой позиции мы видели его голы. Но сейчас, посмотрите... Но вообще-то это решение типичного европейского нападающего из этой позиции. «Спартаковец» должен был покатить направо, конечно. Обратили внимание, а он посмотрел направо. Он бросил взгляд направо и решил не давать. Может быть, там увидел, что защитник перекрывает. Это второй день соревнований. У «Шахтера» три очка, у «ЦСК-0». Команды играют по круговой системе. У усеченной круговой системы украинские клубы играют только против российских. Российские только против украинцев. Бил поворотом сейчас Сергей Ребров. Человек, который вернулся в родной клуб. Ну, скажем так, может быть, даже не совсем родной клуб. Но тот клуб, который принес ему вот ту славу Сергея Реброва, имя Сергея Реброва, вернулся летом этого года после длительного вояжа. У него была и Англия. Играл в Турции, потом снова в Англии. И вот сейчас очень удачно играет в составе киевского «Динамо». Забивают решающие голы. Наряду с Ващуком это старожилы, конечно, киевского «Динамо» и лидеры, несомненно, которые определяют не только игру на поле, но и за его пределами. Мы начали говорить Николай о том, что травмирован Павленко, но нет здесь еще и Спартаковцев, Быстров, то есть. Но нет еще и Павленко и нет Баженова. Просто вот из-за травмы они не принимают участие. Ну и большая потеря для киевского «Динамо» и для сборной Украины. Это Шавковский. И, в общем-то, мы желаем ему поправиться. Хотелось бы, чтобы Шавковский сыграл за Украину на чемпионате мира. Мне, во всяком случае, это очень хочется. Поприжали спартаковцы немножко сейчас к своим воротам. Надо выходить бы до середины и тем самым от своих ворот опасность убирать. Рыбка сильно выбил мяч на противоположную половину поля. Но у киевлян справа Гусев, как мы сказали слева, несмачный. Два бразильца в центре защиты. Два нападающих. Бразильец Клебер и Верпаковский из Латвии. И вот группа полузащитников, в которую входят опорный Белькевич, криптан команды. Видите, Роман Абрамович, Ренат Ахметов. Вот представители, наверное, скажем так, футбольного бумонда на трибунах телевизорского стадиона Блюнфельд. Ковалевский выбивает мяч. Я просто хочу еще раз сказать, что турнир организован первым каналом совместно в партнерстве с фондом Национальная академия футбола. Хорошая могла быть. Сейчас контратака, но 3 в 2 выходили спартаковцы. Итак, средняя линия киевлян. Это капитан команды Белькевич, как опорный. Полузащитник, трио полузащитников. Ротань, Ребров. Вернее, два полузащитника. И под нападающим играет Диого Ринкон. Вот такая расстановка. Но меняются местами. Ротань и Ребров. И Ринкон тоже. Денис Бояринцев, которому сегодня исполнилось 28 лет. И о расстановке Спартака. Ну, вот четверка защитников. В центре играют 15-й номер Ковач. И рядом с ним 20-й Дидура. По флангам Йенчи и Яранок. Один нападающий Павлюченко. Опорный у Спартака Моцарт. По флангам играют Бояринцев и Ковальниченко. И в середине Титов с молдавским легионером Спартака Ковальчуковым. На острие атаки Павлюченко, которому вот такой не удался удар. Вот только что несколько минут назад. Очень при такой расстановке очень многое будет зависеть от Павлюченко. Я знаю по себе, что очень непросто одному играть впереди. И противостоять сразу нескольким защитникам. Но Роман должен будет принести пользу для команды. Если будет цепляться за каждый мяч и выигрывать единоборство. Но для этого очень важен будет выход из обороны центральных хавов. Титова, Ковальчука. Они должны будут своевременно его, конечно, поддерживать. Иначе все атаки будут, конечно, захлебываться. Левым флангом. Атакует Кивляни. Ну и вот тут довольно четко. Сейчас нужно быстро выйти из обороны. Заработал Ауды Спартака. И вот выход действительно из обороны. Пас Бояринцеву. И Гусев перехватывает. Но, собственно, это ему не составило труда. Потому что пас был неважный у Ковальчука. Отработал сейчас Павлюченко. Ну, мелкий фолл. Хорошо сорвал атаку. Но до этого вот Ковальчук поторопился. Никто не мешал ему еще сделать несколько касаний. И протащить этот мяч. Тем самым сблизиться с киевским защитником. И выиграть позицию. Но он поторопился. Неправильное решение. Сейчас было нарушение против 20 номера Гуси. И мы действительно уже сейчас, наверное, видим, какую важную роль. Вот этот футболист играет в составе киевского «Динамо». Вообще довольно-таки редкий случай. Защитник лучше признается лучшим в своем чемпионате. Это происходит не так часто. Хороший момент сейчас. И снова наносил удар Павлюченко. На этот раз издали. Так пытался пробить внутренней стороной стопы. Прицельно. Но получилось прямо в руки голки перо рыбки. Вот отбор. Моцарт сыграл в отборе. Играет Бояринцев. Бояринцев простреливает. Рыбка быстро сориентировался. Нельзя было брать. Нельзя было, потому что несмачно отдавал назад. Можно было трактовать как невольный отскок. Но, в принципе, чтобы не рисковать, рыбка сыграл ногой правильно. Белькевич. Вот ответ. Смотрите, какой опасный. Штанга. Был рикошет, по-моему. Мяч попал и ранен. Да, вот такой момент. Вы все видели, Руслан Ротань. Ну что, хорошая игра. Белькевич все видел. И, между прочим, очень неплохо Клебер пропустил мяч. Да, Ротань бил по воротам. Вот, был рикошет. И потом мяч попал в штангу. Конечно, учитывая этот рикошет, можно сказать, что летит мяч в ворота Ковалевский был бы бессилен. Третий угловой. По угловым пока это явление впереди. Вот и четвертый. Вынужден был Генча отбить мяч на угловой. На встречных курсах игра. Да, очень интересно. Только что был опасный момент у Спартака. И сейчас киевляне мяч забит. По вчерашнему такому сценарию проходит матч. Много моментов. Надеюсь, мы увидим голы. Да, ну Ротань, который бил по воротам. Вот 14 номер. Это относительно недавнее приобретение Киевского Динамо. Это в прошлом футболист Днепра Днепропетровского. Навес на ворота. Все по делу. В вратарской, конечно, нельзя так с вратарем. Навешивал тот же Ротань. И в борьбе с Ковалевским. Там сфалил. Вот сейчас посмотрим еще повтор этого момента. Ну просто в вратарской очень опекают. Сюди в вратарю. Не дают трогать. Да, Клебер. Клебер бил. Виктор, несколько слов. В предыдущем моменте, конечно же, Диога Ринкон хорошо пропустил. Я сказал, что Клебер. Нет, очень хорошо пропустил ротанью мяч Диога Ринкон. И вот очередной фоул. Моцарт нарушил правила. Перед этим он достаточно неплохо отобрал мяч без нарушения правил. Но вот сейчас фоул. Был игровой эпизод, все нормально. Пожали руки, ребят. В вчерашнем репортаже я сказал, какая тут ситуация по регламенту с желтыми и красными карточками. Если футболист получает две желтые карточки в течение матча, удаляется с поля. Следующую игру он не пропускает. А вот если прямое удаление сразу за красную карточку, то в следующей игре он выйти на поле уже не может. Вот так договорились команды. Перехват в центре поля Титов. Не исполнил. Он все видел Бояринцева, Ковальчук, но не исполнил. Может быть Титову следовало сразу давать Бояринцеву? Бояринцев уже ждал передачи напрямую от Титова. Титов был спиной и он все правильно сделал. Он отдал передачу партнеру, который был лицом и видел все поле. Но не исполнил Ковальчук просто технически. Вы хотите сказать, что Титов все знает, Титов не критикит? Титов знает очень много. И вот совершенно один на правом углу штрафной площади был Сергей Ребров. Ну, решение было принято с ударом. Я думаю, так и надо было делать. Можно было просто попасть в створ. Но Ребров ждал передачи. И, в общем, никто его не держал. Хотя, может быть, за время паса там сместились бы защитники. Но, в общем, нельзя говорить, что это была абсолютно голевая позиция. Виктор, надо, наверное, два слова сказать про болельщиков, про зрителей. Да, пожалуйста, пожалуйста, Николай. Не знаю, показали оператора, но передо мной очень красивая картинка. Слева сектор весь красно-белый, справа бело-голубые. Ну, в общем, такая легкая ностальгия по прошлому. Все-таки, наверное, тысяч пять пришло, да? Я думаю, что гораздо больше. Стадион мячает 15 тысяч 500 зрителей. Мы вчера с вами говорили, что было около 7 тысяч. Сегодня больше. Варибания Ребров закручивал в дальнюю девятку. Подкатывался под него Бояринцев. Может быть, немножко Реброву помешал. Так или иначе, мяч пролетел и выше, и мимо ворот. Что касается зрителей, вы знаете, сегодня, ну, во-первых, подъехали киевские болельщики, подъехали спартаковцы. Но, по сравнению с вчерашним матчем, я уверен, что пришли и болельщики Шахтера сегодня, и болельщики ЦСКА тоже на сегодняшний матч. Потому что, ну, если уж приехали на такой турнир, что еще делать вечером? Да, я думаю, опустили всех. Билеты, кстати, стоят примерно 7 долларов. 7 долларов, 6 долларов 50 центов, вот так. Ну, что, успокоился сейчас ТЭН. Ковальчук получил передачу, отдает назад. И вот ошибся передачей Моцарт. Ну, замены, вот о заменах, скажем, о спартаковских. Тут вратарь Зуев, а также Рябко, Тамаш, Кабанов, Ковенаги, Янович, Торбинский, Оленичев. И Квинси Авусу Абея. Голландский легионер, 12, не 12, конечно, 19-летний голландский легионер из Арсенала. Мы очень ждем, что он будет сегодня на поле. Вот такие два форварда. Говорили о том, что Павлюченко в одиночестве на стрии атаки у Спартака. А в запасе есть и Ковенаги, аргентинец, и вот Квинси, голландец. Этот Квинси по отзыву ребят, спартаковцев. Я вот и с Егором, и с Оленичем общался. По отзывам, вот он провел тренировку, и довольно-таки быстрый и резкий такой нападающий. Наверное, мы его увидим сегодня. Нам говорили, что вроде бы он должен выйти на поле. Сказали, что можно его называть Квинси, потому что это язык сломаешь. Каждый раз произносить Квинси Авусу Абея. И тут, в общем, такая была договоренность с мир журналистами, чтобы на будущее, что, в принципе, в нашей прессе, в наших репортажах называть этого голландского нападающего ганского происхождения по имени Квинси. Но еще о нем расскажем, если он появится на поле. А тем временем Спартак пробьет штрафной. Вот указывает место, откуда нужно пробить бельгийский арбитр Титов. Такая остроумная передача. Довольно Титов снова получает мяч в результате отскока. Отдает Ковальчуку на левый фланг. Ковальчук догнал мяч у бровки. Пойдет в обводку. Попытался обыграть Олега Кусева. И первый угловой подает Спартак. Ковальчук на ваших экранах. Молдавский полузащитник. Я думаю, нужно попробовать какой-то розыгрыш сейчас. 18-летний вратарь Рыбка командует руководить своим защитниками. Павлюченко ему мешает по вратарской площади. Это увидел Франк де Бликере. Рослые защитники Спартака пришли в штрафную. И Дидуро, и Ковальчук. Сделал замечание Павлюченко бельгийский арбитр. Родриго. Бразильец Родриго рядом с Павлюченко. Подача. Еще один угловой. Мог сейчас Дидура. Нет, это не Дидура. Это, по-моему, Дидура, да? Да, это. Да-да, Дидура. Дидура выходил. Нам просто показали потом Яранека. А Игнас Дидура, литовский легионер Спартака. Сейчас мог пробить поворотом. И вот уже с другого фланга будет подавать Моцарк. Являне персонально на угловых держит Спартаковцев. Сейчас нужно что-то придумать. Как-то увести с блоком, сыграть. Опять Дидура. Хороший сброс. Титов хорошо сбросил назад под удар Калиниченко. Снова Титов с мячом. И хороший пас делает Титов. Моцарк прострел. Бить, бить, бить Павлюченко. И вратарь спасает свою команду. Рыбка ногой выбивает мяч на угловой. Хорошая комбинация. Дважды блестяще сыграл Егор Титов. Спартак имел шанс. Вот смотрите, еще раз Моцарт простреливает. Павлюченко выдержал паузу. Вы знаете, было очень тесно. Очень. Не было вообще пространства. Можно было попробовать ударить сильно. И в надежде, что это какой-то рикошет. Да. Ну и подача неудачная Моцарта. Моцарт возвращается на свою половину поля. В прошлом сезоне всего 7 матчей он провел в составе Спартака. А вот повтор, смотрите. Повтор этого момента. Павлюченко бьет. Нет, некуда было бить, конечно. Нужно было найти лазейку, да. Три полевых игрока на линии ворот еще были. Ну по моментам по голевым 1-1 уже. Бразилийц Клейбер переводит мяч на левый фланг. И Роттен бьет. Какой удар. Роттен спасает свою команду уже Ковалевский. Вот такое начало. Хороший матч мы с вами смотрим, дорогие друзья. Очень хороший матч. Роттен на ваших кранах. Это не весенний футбол. Да, совсем не весенний. С наклевом. Как вчера, помните, попал кто-то из Данилана, по-моему. Да, Илана попал в перекладину, не дотягивался Акинфеев. Совершенно верно. Очередной угловой ворот Спартака. Идет 23-я минута. Вы смотрите трансляцию Первого канала. Кубок Первого канала. На вес Ковалевский выходит из ворот и забирает мяч. Вот это напрасно. О, столкновение с Родриго. Родриго вряд ли что-то знает об историческом противостоянии Спартака и Динамо Киев. Ковалевский, естественно, тоже не застал тех времен. Но все это витает в воздухе, друзья мои. Бояринцев расположился совсем так глубоко на левой бровке. Совершенно один. Гусев ушел от него в центр. Пас назад. Видите, куда Ринкон пришел. Одыграл своему вратарю. Снова Ринкон с мячом. Вот зря такие вещи, наверное, не нужно делать у своих ворот. Это красиво смотрится на линии чужой штрафной. Пока что справляются хорошо спартаковские защитники. Титов пошел в облопку. Обыграл одного. Помог Ребров. Ребров снова с мячом. Хороший подбор у Моцарта сейчас. Моцар пошел. Бельгийский судья показывает, что можно играть. Бояринцев играет с Ковальчуком. Можно бить. Обросался под удар. Один из двух бразильских центральных защитников. Да, это был Родриго. И, может быть, помешал. Скорее всего, да. 25-я минута. Ковальчук на ваших экранах. Ну что, он очень активен. И, наверное, сейчас вместе с Титовым самый заметный. В середине поля у Спартака. Да, Титова точно совершенно можно отметить по началу матча. И сейчас он сохранил мяч для Спартака. Ковальчук. В итоге получилось красиво. Титов хорошо нашел передачи на правом фланге. Вы знаете, пришел. Один в один сейчас попробует. Зря Ковальчук бежит сейчас. И привел, привел своего. Киевляне находятся здесь на сборах. Были разные слухи о том, что вот Милан интересовался. Мы знаем, что Милан следит за Олегом Гусевым. Но он подписал новый контракт с киевлянами до 2011 года. Все идет сейчас через середину в недодачу Павлюченко. Но тяжело, повторюсь. Надо, конечно, разнообразить немножко. Защитники центральные киевлян привыкают к одному и тому же движению. И сейчас, наверное, будут потери, если Павлюченко не поменяет что-то в открывании. Киевляне быстро разыграли ребров с Пусевым. Но судья показывает, что нельзя по катящемуся мячу вот так повторить. Ой-ой-ой, небрежно. Небрежно. И Павличенко не задел мяч, поэтому будут бросать спартаковцы. Вот уже здесь Ковальчук играет не точно. Ребров, Гусев. Будет страшно. И снова фолк на Гусеве. Нарушил правила Йенчи. Румынский защитник. Он занимает место левого защитника вот в этой схеме обороны Спартака. Йенчи, Адриан Йенчи на ваших экранах. Белькевич, капитан. Игрок сборной Белоруссии. Делает навес. Положение вне игры. Вне игры можно не переживать. Хорошо держали спартаковцы линию. И такой зазор был до штрафной. Небольшой все-таки. Тем не менее, такое впечатление, что Ковалевский чем-то недоволен. Посмотрим. Был офсайд. Верпаковский залез в офсайд. Николай, вы сказали, что не весенний футбол, но и погода здесь даже не весенняя. Я бы сказал, уже летний. Днем вообще под 20 градусов. Да и вечером не намного холодней. Тепла, естественно. Давайте не дразнить наших российских зрителей. Все-таки у нас у нас минус 20. Да, давайте не дразнить. Я сказал об этом, потому что это оправдывает идею проведения этого турнира в Израиле. Да, это очень удачное место, конечно. И нам повезло. Здесь местные жители говорят, что иногда здесь бывают дожди в это время. Но вот и с этим повезло. Еще один угловой. 7-1, уже 6-1 по угловым. Ротань будет подавать. И какой удар защитника Родриго из-под перекладины. Ковалевский вытягивает мяч. Ну, вроде бы летел прямо во вратаря мяч, но, тем не менее, удар был довольно сильный. Как будто ногой бил он, не головой. Спартаковцы применяют зону оборону во время угловых. Они не держат персонально. И в этом кроется, конечно же, некоторая опасность. Вот то, что сейчас было. Выскочил из-под Ковача. И пробил. Ну, вот Родриго, бразильец, центральный защитник. Приколь, второго бразильца оставляет сзади Родольфа. И удар. Многим показалось, что мяч влетел в сет коворот, но нет сбоку. Опять наблюдали сейчас. Просто стояли и наблюдали спартаковские защитники. Кстати, это бил Сергей Ребров, да, Николай, ваш знакомый, с которым мы беседовали тут перед матчем. Много он головой забил. Несмотря на небольшой рост, он забивал головой. Даже в Лиге Чемпионов. Помните. Да много славных дел в послужном списке Реброва начать обо всем этом рассказывать. Наверное, сейчас наиболее вар. Смотрите, как сыграл технично. Вспоминаю матч в Лиге Чемпионов в Киеве, когда после первого тайма «Спартак» повел 2-0. И как раз на последних минутах Ребров забил победный гол. И мы проиграли. Зато в Москве потом отыгрались. Пять лет, скажем так, в кавычках, конечно, скитался Ребров по заграницам. Он уезжал с Киевым, впрочем, нападающим, а вернулся полузащитником. Он универсальный игрок, опытный, обладает и хорошей техникой, и скоростью, и поставленным ударом, и видением поля. Он может и отдать пас, и сам замкнуть передачу. Очень разноплатный игрок. Ну, в общем, да, вот он сейчас с мячом, против него «Спартак» все свалили. Но, собственно, даже он сам же ведь говорит, что нападающим, вот то, что я сказал, уезжал с Киевым нападающим, это условно. Он сам сказал, что они с Андреем Шевченко, когда играли, там не делилось на полузащитник, нападающих. Все играли сзади, все играли впереди. Киевская такая система, когда все обороняются, все атакуют, очень мобильная, подвижная оборона и атака. Вообще, современный нападающий должен сейчас иметь многое и приносить пользу для команды. Это и ведущие нападающие показывают, что вы видели вчера Брандау, да, как отработал и успел забить три. И сзади помогал при обрезах. Это уже хотелось бы увидеть, конечно, и от наших, и от «Спартаковских» нападающих. Смотрите, как в отборе сыграл Ребров, не дал Титову получить мяч. Калинченко снова имеет возможность начать атаку. Вот это зря сейчас. Первый такой грубый. Против Верпаковского. Ну, известно, что Верпаковский, футболист сборной Латвии, играл за «Сконта», воспитанник Александра Старкова, нынешнего тренера московского «Спартака». Не секрет, что Старков так намекал, что хотел бы увидеть в составе «Спартака». Верпаковский тоже вроде бы где-то говорил, что он не против, но говорит, у меня действующий контракт с киевским «Динамо», поэтому сейчас нет смысла вообще говорить о таких вещах. Вот, кстати, он получил мяч от Клебера. Верпаковский хороший, а правильно отдавал назад под удар. Но единственное, хорошо для «Спартака», что здесь был Ковальчук. Отдавал по-спартаковски назад. Вот ответ на него. Да, Егор, чуть-чуть вперед надо было. Обычно киевляне простреливают сильно, и это очень неприятно для защитников. Когда ты бежишь лицом к своим воротам, то можно ее и срезать в свои. Егор делал передачу в направлении Бояринцева. Ковальчук тем временем свалил. А я хочу вас спросить, Николай, что, совсем Бояринцев ушел на правый план, как вы думаете? Ну, видно, поначалу что-то не заладилось и перешел на правый. Но увидели момент вот этот самый опасный у «Спартака», когда бил Павлюченко, был создан Бояринцев справа. Я думаю, мы еще раз увидим, может быть, они попробуют еще поменяться. Для них, в принципе, нет особой разницы, где, на каком фланге играет с Ковальчуком. Ну, кто тут у мяча? Здесь и Ротень, 14-й номер, он нам уже показал, какой у него удар. Рядом Родриго, защитник. И, конечно же, Белькевич. И Белькевич отошел, Ротень бьет, но прямо попадает в стенку. А если говорить конкретно, то в Моцарта. Отбили, но недалеко. Радольфо. Это вышли. Типичный удар защитника. Идет 33-я минута матча. Вы смотрите трансляцию «Первого канала». Это международный турнир. Кубок «Первого канала». Проводится этот турнир в первый раз. Тренер «Спартака» Александр Старков на ваших экранах. И вот второй матч этого турнира. Вчера, еще раз скажу вам, «Шахтер» Донецкий выиграл у московского ЦСКА 3-1. И вот вторая игра кругового турнира. Завтра будет день отдыха. И потом в среду и в четверг еще два матча. «Спартак» сыграет с «Шахтером» в среду. А матч ЦСКА «Динамо» Киев в четверг. И на этом турнир закончится. Мы подсчитаем очки. При равенстве очков победитель определится по разнице мячей. Потом по забитым. И потом по рейтингу UEFA. Какой из клубов стоит выше вот в рейтинге UEFA на сегодняшний день. Бояринцев борется на правом фланге. Здесь же Ковальчук. Можно играть. Показывает бельгийский арбитр. Титов скидывает технично головой Павлюченко. Можно попробовать обыграть сейчас. Самому во фланг уйти. Против него Гусев не стал пытаться обыгрывать. Очень хорошо для «Спартака», что Моцарт. Сейчас просто неоправданная ошибка Йенчи. И выход. Клебер сейчас будет желтая карточка. Потому что это вынужденный пол. Ковальчук подставил Ковальчу, да. Да, подставил. Потому что Ковальчук не было выбора. Ему, чешскому защитнику, просто нужно было спасать свою команду от опасного момента. Первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Радуслав Ковальчук. Ну вот про Моцарта. Конечно, это была потеря для «Спартака», травма опорного полузащитника. Но вот мы видим, что он восстановился и неплохо смотрится. Да, Николай, я начал говорить, что ему удалось. Успел он всего 7 матчей сыграть в прошлом сезоне в составе «Спартака». Ну а потом-то травма, костыли. Мы видели эти фотографии Моцарт на костылях. Все равно пришелся ко двору. И вот бразилец, поигравший уже в европейском чемпионате, это, конечно, ух, какой удар. Как удар, как лупят поворотом. Тот же самый Родриго, который чуть не забил Ковалевский головой. Помните недавний эпизод по цикловому? Теперь показал, что он может и ногой пробить издали. Хорошо, в Израиле летят мячи. И там воздух здесь, наверное. Воздух морской. Может, действительно это как-то влияет. Там в стенке никто не увернулся. Нет, в общем, он мимо стенки пробил. Виктор, восьмой, наверное, угловой, да? Это достаточно много для первой таймы. Голевский не стал ловить. Помешали друг другу два футболиста киевского «Динамо». И вот на этот раз без ошибки играет Йенче. Выбремять недалеко. Слишком легко дали сейчас. Диогоренко, на это Гусев. Хорошо Ковальчук отобрал без нарушения. Хотя занимал позицию сзади, за спиной Гусева. Вот здорово сейчас. Это Моцарт. Вы знаете, это Моцарт успел увидеть. Хороший пас. Вовремя вышел вратарь. Киевлян. Ковальчук. Павлюченко в одно касание. В расчете на что? Егор должен был выйти на 11-метровую отметку. Там, конечно, вратарь был все равно первый на мячах. Диогоренко. Диогоренко. В левом фланге спартаковцам. Слишком легко дают проходить. Много опасностей оттуда. Последим, знаете, за кем еще? За Диогоренко. 15-й номер. Бразильский полузащитник. Он вроде бы играет из глубины под нападающими. А тем не менее, именно он вот пока лучший бомбардир в чемпионате у Киевского Динамо. Белькевич навешивает. Ребров. И гол. Вы знаете, запихнули вне игры. Положение вне игры показывает арбитр. Так что Горбаковский зря радуется. Давайте посмотрим повтор. У нас есть большое преимущество перед болельщиками на трибуне. Хотя, вы знаете, здесь на большом экране тоже даются повторы. Вот смотрим. Подача. Так, что происходит? Отскок. Ребров очень хорошо бьет головой. На одной линии, да, находился. Не знаю. Не знаю. Платон мне друг. Вы знаете. Но истинно дороже. Конечно, мы сегодня болеем за московский Спартак. Это понятно. Но мы должны быть объективны. В момент удара Реброва, возможно, посчитали, что были кто-то из Динамо. Кто-то, но точно не Верпаковский в любом случае. Там второй кто-то на линии. Может быть, Клебер. Ну что же. Тем не менее, счет. Вот Владислав Ващук тоже посчитал, что не было положения вне игры. Вот. Но он такое лицо пристрастное. Но тем не менее, я думаю, что я в этом случае собедаю. Боковые арбитры у нас один из России, другой из Украины. Вот кто это поднял у нас? Интересно бы выяснить. По-моему, украинец. Украинский арбитр. Да, по-моему, это украинский арбитр. Потому что Юнютин на противоположном фланге, насколько я знаю. Значит, никакой предвзятости. Значит, никакой предвзятости. Моцарт чем-то издали. Вот момент. Не подобрал Ковач сейчас ногу. Ну, братарь молодой, рыбка. Он не первый раз удачно играет. Выдавал Моцарт. Я хотел, я начал говорить чем-то издали, немного напоминающий Олега Романцева. Моцарт. Не в молодости? В среднем возрасте. Мяч летел на голову Павлюченко. Вот сейчас. И вот обращается зачем-то Павлюченко к арбитру. И сразу получает за это желтую карточку второе предупреждение. И вот, вы знаете, вот разница, да? Две желтые карточки. Ковач, его предупреждение совершенно оправдно. То, что он сделал, и за что он получил желтую карточку, сорвал контратаку, это было сделано ради команды. Зачем Павлюченко сейчас полез выяснять отношения с арбитром, непонятно. Это не для команды. Титов. Ковальчук мяч сохранил. Титов. Ну, слишком много, конечно, в середине. Нельзя передержать. Хотя вот у меня сейчас осталось спартаков. Можно один в один. Максим, попробуй. Нет, штрафной надо было обыгрывать. Это все правильно. Не хватило немножко в этом моменте мастерства, но мы знаем, что у Каличенко очень часто и проходит вот эта обводка скоростная. Ну, такой знаковый момент. Нарушил правила Титов против Реброва. Два старожила двух клубов. Вот так. Он говорит, Ребруха, извини. Извини, Ребруха, да? А он ему как отвечает? Тит? Ничего страшного? Хорошее настроение здесь было и перед матчем. И много общаются между собой игроки. Очень доброжелательная атмосфера. И несмотря на такой, в общем-то, статус довольно-таки принципиальный этого турнира, мы видим никакой подлости, никаких нарушений, выходящих за рамки мужской борьбы. Да, как и в данном случае, наверное, не хотел фалить Клебер, но, тем не менее, нарушил правила и получил первую желтую карточку у киевлян. Клебер де Соуза, бразильский нападающий. Пять минут осталось, уже даже меньше до конца первого тайма. Легкое резюме, Виктор, что мы можем сказать по первому тайму о преимуществе. Ну, кого-то сложно одной из команд выделить по моментам. Если этот гол какой-то такой немного сомнительный, можно сказать, то по моментам, наверное, впереди киевляне, да? И по угловым большое преимущество очень у киевлян. Хотя, наверное, по владению мячом равенство. Ну, по моментам, да. По моментам, да. Если этот гол читать задал, условно. Вот опять Моцарт, понимаете, справа все-таки напряженно у Спартака. И хорошо, что Моцарт сейчас опорный. Хав подстраховал сейчас Йенчи. Ой-ой, Титов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не может Егор просто выбить мяч. Ну, не по-спартаковски это же. Ну, вот. И вот потери. Болельщики со стажем вспомнили прессинг команды Лобановского. Сейчас Егор ждал просто дальнюю ногу от своих партнеров. Как он привык это делать в узком квадрате, который вот Спартак, например, практикует. Но никто так и не дал ему сейчас адрес. И поэтому такая была легкая вертушка в исполнении Егора. Ребров что делает в свой 31 год? Просто стелется в подкатах, выбивает мяч, как в этом эпизоде. И ждет передачи. И сейчас получит мяч. Справа. Вы посмотрите, Йенч проваливается. Раз за разом. И хорошо, что так для Спартака. Хорошую передачу сделал, да. Диого Ренкон хорошую передачу Реброва. Ребров хорошо бросал с фланга. Все благополучно окончилось для Спартака Павлюченко. Я думаю, в перерыве Старков должен будет обратить внимание на левый фланг защиты Спартаковцевой. Если там что-то не поменять, то в втором тайме там могут быть проблемы. Ну, а кто из защитников? Есть Кабанов, в принципе, центральный защитник. Есть Тамош. Было бы интересно посмотреть. Вот на Кабанова, то есть, отзываются неплохо о нем даже ветераны. Ребята говорят, что парень хорошо работает и было бы неплохо посмотреть на него. Но Николай, он взял себе 26-й номер видячи и, видимо, претендует где-то так в глубине души надеяться на то, что ему будет доверена эта роль в команде центрального защитника. Вы знаете, было бы неплохо, если бы мы увидели российского игрока в стартовом составе. Это было бы хорошо. Ну и Тамош, вернувшийся вот из аренды, из Захарецкого «Динамо», к румынскому защитник. Вот кто в запасе из игроков обороны у Спартака. Но вернемся, вернемся на поле. Здорово. Вот сейчас отличная трехкодовка. Но надо найти адрес. Здорово. И гол. Великолепный гол. Вот это здорово. Вся комбинация была очень красивая. Вы знаете, что напомнило? В волейболе такой бывает короткий пас и ждут передачу туда. Очень здорово на третьего. Он будет в центре сетки, а выскакивает человек и гасит. Обратили внимание, пас на третьего Титова? Да, да, да. Рыбку вряд ли здесь можно винить. Павлюченко здорово. Один гол, один матч. Все вовремя было сделано, вовремя передача. Великолепный гол. Взавил Роман Павлюченко. Ну вот еще раз. Ковальчук навешивает. Здорово. И опять, посмотрите, опять этот фланг. И являне сразу бросились отыгрываться. Удар. Мяч попадает в Ковача. Мяч летел в ворота, между прочим. И только то, что на его пути оказался Ковач, спасло московский Спартак. Падает. В падении играет Егор Титов. Удар издали Реброва. Рикошет догонит. Ковалевский нет. И еще один угловой. Девятый или десятый уже сбились. Да, минут в секунду за 20 до конца первого тайма. Обратили внимание, Виктор, опять с какого фланга сейчас прошла атака киевлян? Да, но теперь уже, видите, подавал-то Ковальчук. Немножко запутали там своими перемещениями полузащитники Спартака к киевскую оборону. Но внимание, подача. Перекладина. И мяч вылетает в сетку ворот Спартака. Вот это игра. Вот это игра. Взаимные претензии защитники. Ковалевский недоволен своими защитниками. А мы смотрим повтор. Все-таки, ну нельзя подавать столько угловых и не забить. Согласитесь, Николай. С девятого и десятого углового удара. Вы знаете, вот все-таки зонная... Смотрим, смотрим еще раз. Вот что, что здесь было? Так. Проигрыш единоборства. И остался просто без внимания Родольфа. Один из центральных защитников. Вот как центральные защитники киевлян подключаются. Приходит на угловые. Родольфа пробил очень здорово от перекладины. При зонном... Ей еще, а Родольф убьет. А, вы знаете, в чем здесь дело? По-моему, у Ковалевски были претензии к Калиниченко. Калиниченко, потому что Калиниченко и сам не выбил, да, головой с теней ворот. И помешал Ковалевский сделать это в прыжке. Вот в этом была суть, скажем так, конфликта. Спартаковцы, видите, по зонам расположены. И поэтому здесь очень важно быстро перестроиться и закрыть центральную зону, откуда наибольшая опасность. Так, ну что, вот позади первый тайм. Неожиданная развязка. Неожиданная развязка. Ну, то есть, караметный футбол опять, как и вчера. На гол центрального нападающего Павлюченко, центрального нападающего Спартака. Типично спартаковский гол был и типично киевский ответ. Такой продавили. Да, ответ, между прочим, центрального защитника киевского Динамо Родольфа. И вот так 1-1 после первого тайма. Очень хорошая игра. Ну и сейчас мы уходим на перерыв, но у нас будет саммари первого тайма. Есть что показать. Огромное просто не раз... Первый канал продолжает трансляцию из Тель-Авива со стадиона Блюмфейн. 15-тысячный стадион. А у нас второй день нового международного турнира на Кубок Первого канала. Играют Спартак Москва и Динамо Киев. И после первого тайма счет 1-1. Совершенно неожиданная развязка в самом конце первого тайма. Павлюченко открыл счет, хотя в принципе преимущество было на стороне киевлян. И очень быстро после этого бразильский защитник Родольфа счет сравнял. 1-1. Территориальное преимущество, как я уже сказал и как мы отметили с моим сокомментатором сегодняшним Николаем Писаревым, в общем, было у киевлян. Есть сомнения по поводу правильности решения бельгийского арбитра, когда он не засчитал первый мяч, влетевший в ворота Спартака. Но так или иначе счет 1-1. Но это решение было украинского лайнсмена. Но вот такая поправка Николая Писарева, пятикратного чемпиона России в составе московского Спартака. Команда на поле. Команда на поле теперь слева от нас с вами ворота бойца Хаковалевский, ворота московского Спартака. Спартак в красных футболках, белых трусах. Соответственно справа от нас с вами ворота Александра Рыбки, ворота киевского Динамо. Сейчас очень важный момент у нас, Николай с вами, поскольку разрешено 7 замен делать это, хоть это и официальный турнир, но все-таки, все-таки вот такое послабление командам сделано. Посмотреть есть ли замены. Не вижу ни одной, Виктор. Не вижу ни одной, визуально. Ну вот, может быть жизнь становится легче и тренеры будут выпускать резервистов по ходу матча. Это удобней. Тренеры занимают свои места на скамеечках. 1-1, кубок первого канала, в котором пока, кстати, лидирует Донецкий Шахтер. У Донецкого Шахтера 3 очка, у ЦСКА проигравшего матч датчанам 0 очков. И пока что к этому моменту по одному очку, если можно так сказать, у Спартака и киевского Динамо. Ну, по первому тайму я уверен, что мы увидим еще голы, Виктор, и не один. Да, пока мы видим Мариса Верпаковского, нападающего киевского Динамо, который как раз вот и забил тот самый мяч, который вроде не засчитали. Ну, смотрим. Замен нет, а это значит, что в составе московского Спартака, быстренько повторим, Вратарь Ковалевский, защитники, 5-й номер, Йенчи, 23-й номер, Яранек, 15-й номер, Ковач и 20-й номер, Гедура. Ползащитники, 7-й, Бояринцев, 9-й, Титов, капитан команды, 24-й, Моцарт, 25-й, Калиниченко, 27-й, Ковальчук. И один нападающий, Роман Павлюченко, который и открыл счет в сегодняшнем матче. Сразу же очень быстро скажу, что в запасе вратарь Зуев, а также есть ползащитник Рябко, защитник Тамаш, защитник Кабанов, нападающий Ковенаге, нападающий Пьянович еще один, которого мы, кстати, забыли, когда я говорил о форвардах, в запасе у московского Спартака в первом тайме. 14-й номер, вот Торбинский ползащитник, 8-й, Дмитрий Оренчев, ползащитник, думаю, что он сегодня выйдет на поле, позже скажу, почему я так думаю. Пока что вот жестко довольно против забившего мяча Радольфа сыграл Павлюченко. Он показывает сейчас арбитру, что ну я играл в мяч, я не хотел, но да, одно дело хотеть, а другое дело вот так попасть по ноге. И еще вот в запасе у московского Спартака, пока вы видите вот диалог, если позволите, между бельгийским арбитром и Павлюченко, еще один нападающий в запасе у Спартака, 29-й номер, Квинси, голландский, нападающий, купленный у Арсенала, очень хочется на него посмотреть. И состав киевлян с мячом Титов, Спартак начинает атаку, но позволят ли мне спартаковцы, вроде бы позволяют, позволят ли киевляне. Да, и так вратая Рыбка, 55-й номер, и далее 20-й номер Гусев, 4-й Радольфо, 44-й Родриго, 26-й Несмачный, это линия обороны, опорный полузащитник, это 8-й Белькевич. Далее полузащитники, 14-й Ротань, 5-й Ребров и 15-й Диого Ринкон, который играет под нападающим, а точнее под двумя нападающими, 9-м Клебером и 23-м Берпаковским. В состав киевского Динамо. Главный тренер Анатолий Демьяненко, главный тренер Спартака Александр Старков. Нарушение правил стороны Ковача, и мы тут же вспоминаем, что у Ковача уже есть желтая карточка сегодня, так же как у Павлюченко и у киевлянина Клебера. Повтор момента, но сзади, да, атаковал по инерции, как-то врезался в игрока киевского Динамо Ковач. Ну что, судейство надо тоже отметить. На этом турнире это квалифицированные все арбитры. И вчера итальянец, мы видели, он нам показал, как сейчас серия борется с тем, что не очень высокая результативность была там раньше, самая низкая в Европе. Мы увидели, что итальянцы назначают при любом фоле пенальти. Вот три вчерашних пенальти, конечно. Разнообразили игру. И сегодня, я думаю, что бельгиец тоже будет судить в пользу атакующих. И надо быть, конечно, Спартаковцем и киевлянам внимательнее, прежде всего, защитникам. Ну здесь на каждый матч назначается новый зарубежный арбитр. У нас уже был вчера итальянец, будучи испанец, а вроде бы судья из Лепсимбурга. Удар. Я почему затрагиваю тему судейства, что, конечно, есть различия в трактовке некоторых моментов в российском чемпионате и в европейских. И поэтому для многих наших футболистов не всегда привычны вот эти вот решения судейские. Но вы хотите сказать, что, может быть, не дал бы наш судья в пенальти за вчерашний фолк Жиркова? Могли бы пропустить. Вы знаете, да, могли бы пропустить. Скорее всего, могли бы или... Или за пол Шемберса. Свободным, да. Я бы не удивился. Бил поворотом вот в предыдущем эпизоде, когда поймал мяч Ковалевский, Верпаковский и пробил из-под румынского защитника Йенчи. Йенчи не смог помешать. Сейчас надо поднять голову Бояринцеву. Поднял голову и пробил. Для удара. Вы имели в виду Пасхальниченко, да? Можно было сделать бы перевод, но, опять же, это решение владеющего мячом. Он принимает, он чувствует все уверенность на удар. Наверное, это правильно. Тем более он именинник. Да, очень хочется отличиться. Ковач прыгает. Сыграл удачно. Вот два чешских защитника сейчас в составе Спартака. Ираник и Ковач. Сейчас закончится этот момент. Диого Ринкон. Пас Клеберу. Клебер бьет. Неподготовленный удар был с места. Моцарт накрыл его. Ну, очень полезно играет Моцарт. Вот в этом матче мы видим, что в отборе выигрывает единоборство и выигрывает подборы. И пару острых передач. Вперед отдает. В общем, такой вот хороший сейчас мог бы быть. Подстраховал сейчас. Радольф вовремя вышел. Да, подстраховал. Я начал говорить о том, что мы ждем от появления Оленичева. Почему я об этом начал говорить? Здесь вот те люди, которые смотрели предыдущие матчи Спартака подготовительные, говорили, что когда Оленичев выходил на замену, игра как-то сразу оживлялась. Я не хочу сказать, что сейчас не живая игрока у Спартака, но тем не менее. Вы знаете, Оленичев более атакующий полузащитник, и поэтому сейчас соотношение, если он будет выходить, то, скорее всего, нужно будет кого-то из атакующего плана полузащитников менять. То есть, пока что все, я думаю, нормально смотрятся спартаковцы. И нет даже в середине поля некого даже поменять. Вот, может быть, об этом сейчас и думал Александр Старков, которого видели на ваших экранах. Павличенко, автор первого мяча в сегодняшнем матче, забитого. Начал говорить о том, что два чешских защитника, Ярана и Ковач, довольно неплохо смотрятся в составе московского Спартака. Они оба претенденты на место в Горной Чехии. Вот отдать надо, здоровый игрок. Чуть-чуть небрежно. По мысли верно, по техническому исполнению, внимательно. И Бояринцев снова на левом фланге, точно так же, как он начинал играть в первом тайме. Запутали киевлян-спартаковцы. Это Несмачный, вам хорошо известна эта фамилия. Несмачный, Андрей Несмачный. Но сейчас он в стартовом составе. На этой позиции у киевлян все чаще появляется сейчас другой человек. Марокканский защитник, но его нет по той причине, что сборная Марокко принимала участие. Правда, выбыла на ранней стадии, но принимала участие в Кубке Африки. Я имею в виду Эль Кадури защитника. Если нет еще Юсуфа, опорного полузащитника у киевлян. Он играет за сборную Нигерии. Да, они еще на Кубке Африки. Вот хороший может быть момент. Может разобраться Максим, но хорошо сыграли киевляне, хорошо сыграли бразильские киевляне. Что-то притихли киевские болельщики. Но мы слышим скандирование спартаковцев. Большая часть болельщиков Спартака прилетела сегодня. И как-то мы это сразу почувствовали в Тель-Авиве. Да, красно-белых цветов очень много стало в этом городе. Выскочил из-за спины Титова сейчас Диого Ринкон. Сохранил мяч для своей команды. Ждет передачи на льем фланге несмачной. Но два бразильца играют друг с другом. Вот он Радольфо. И переправляет мяч на правый фланг. Вот рваный темп матча это очень характерно для игр подготовительного периода. Когда все-таки не хватает на 90 минут в хорошем темпе держать игру командам. Поэтому мы видим вот такими взрывами играют команды. Обе. Это всегда характерно для команды Лобановского. Такой рваный ритм. Ой, Бояринцев пошел. Жесткий довольно стык. Но все в рамках правил. И аут будет бросать Спартак. Вот сейчас кто посвежее, кто сейчас больше сил сохранил. С заменами не спешат тренеры. Все-таки надеются на этих футболистов, что у них хватит в этот момент сил. Я уже и мы с вами уже несколько раз вспомнили фамилию Лобановского. С которым связан блестящий период в истории киевского Динамо. И конечно нельзя не сказать о дуэли Бесков-Лобановский. Спартак, Динамо, Киев это вот десятилетие этого противостояния. Это как раз дуэль примерно 78-го по 88-й год. Это дуэль Бесков-Лобановский. И очень интересно. 10 матчей за это время выиграла команда Бескова. 9 матчей команда Лобановского. Одна ничья. Анатолий Демьяненко один из участников тех матчей. А вот соотношение мячей 22-21 в пользу киевлян. Ну стили не поменялись с тех времен. Киевляне также более в силовой манере действуют. Спартаковцы пытаются за счет мелкого и среднего пасса играть. Все-таки школы остаются. Несмотря на то, что меняются тренера, меняются хозяева клубов, игроки. И можно узнать по почерку команду. Белькевич перевел направо. Скидка Реброву. Ребров не стал бить. Какой момент. Какой момент. Знаете, сейчас Дедура, по-моему, маханул. Мог головой выбивать. Давайте посмотрим повтор. Почему-то мяч все-таки долетел до Воротарской. Кто там бил через себя? По-моему, это Гусев, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим еще раз. Вот здесь почему-то Дедура не сыграл головой. И отсюда был вот этот опасный момент. Какая хорошая была скидка Реброва. Павлюченко. К нему просто приклеился Радольфо. Не хватает еще одного нападающего, конечно, спартаковца на передней линии. Ну вот, пожалуйста, Квинси, Пьянович, Ковенаги в запасе. Что с Ковенаги будет, Николай? Как долго спартаковцы будут делать на него ставку? Ну, вы знаете, что вообще очень тяжело не заиграть в Спартаке. Но на моей памяти было очень мало футболистов, которые просто не смогли принять эту схему игры и не вписаться в команду. Ну вот эти полгода будут определяющие для Ковенаги. Посмотрим. В команде, я знаю, его очень поддерживают. Но будут определяющими, если они у него остаются в запасе эти полгода. Если с ним раньше не расстанутся. Но посмотрим, не будем гадать. Это оправдание. Ой, сейчас, секунду. Как срезался мяч. Вот надо один в один пробовать, один в один. Не терять скорости. Ну, неправильно. В один в один, а выходил как Титов. Титов делал забегание, да. Коль скоро он уже промедлил бояринцев, можно было дать влево Титова. Ну, или сыграть за счет Егора. За счет Егора можно было. А так как он сблизился на расстояние не для обводки, ну, вот и запорол момент. Хотя вот это типично тоже спартаковское забегание, которое Егор любит делать и понимает, как это важно. И как это тяжело для защитника, когда ты забегаешь за своего партнера. У него есть выбор, а у защитника очень тяжело будет принять решение, что перекрывать. В предыдущем эпизоде мне понравилось, как, знаете, Белькевич подстраховал Несмачного. Несмачный оказался на своем фланге в такой полупозиции. Но Белькевич со своего места опорного прибежал и прервал довольно опасную передачу. А это уже пас в направлении Верпаковского. Верпаковский отыгрывает назад головой Клеберу. Бразилец. Пас направо. Гусев. Ребров ждет передачи. Гусев идет, идет сам. И вроде бы выдает... Ой, какое! Какой момент! И только Ковалевский спасает свою команду после удара Диого Ринкон. Ринкона. Небрежность была сейчас среди защитников. Там Ковыч упал. Сейчас посмотрим еще раз. Смотрите. Да, что-то с шипами видно. Молодец, как среагировал. Как среагировал Ковалевский. Скоро! 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 Подача! Сейчас Ковыч выручил. Хорошо сыграл головой. А пытался пробить все тот же Родольфа. Автор ответного мяча ворот Спартака. Родриго. Снова прыгает Родриго. Вот хорошая контратака. Было положение вне игры, согласен, я согласен на этот раз. Покоропился Бояринцев, надо было, может быть, немножко все-таки притормозить. У Титова не было другого выбора, он ловил мяч в лед. Ну, знаете, вот судя по этой игре, мне кажется, что очень хорошо изучили друг друга команды и тренеры. Знают прекрасные слабые и сильные стороны друг друга. Вот опять забегание. Сейчас Егор сыграл за счет Ковальчука. Какой пас Титова? Не дошел до Калиниченко, к сожалению. Нет, ну а принимал-то мяч Ковлюченко, если бы... Гераник сейчас непростительно, конечно, легко отдал мяч. И Дио Горинкон, видите, как испугался сейчас. Испугался Ковач, он атаковал сзади Дио Горинкон. Испугался, что Дио Горинкон упадет. И ему сейчас вторую желтую карточку покажут. Сразу, на всякий случай, хоть Дио Горинкон и не упал, показывал арбитру, что нет-нет, я его не трогал. Да, моменты неприятные сейчас были для его спартакских ворот. И сами спартаковцы мы их себе создали. Создали. Надо отдать. Уже не первый раз Бояринцев берет на себя с 30 метров. Ну, собственно, мы это и в прошлом сезоне тоже видели. Когда-то должен залететь, Виктор. Когда-то должен залететь. Но у него залетал. У него уже залетал. Сейчас день рождения. Все-таки, может, со свалом пройдет какой-нибудь дальний девяток. Ну, а тем временем мы видим, что готовится кто-то выйти на замену. И, по-моему, сразу несколько футболистов у киевского «Динамо». И так замены начинает делать в этом матче Анатолий Демьяненко. Ну, почувствовал, что темп немножко упал. Надо скорости прибавить. Спартаковцы все устраивают пока. И единственное, может быть, попробовать с кем-то два нападающих сыграть. Клиниченко на левом фланге. Вроде бы уже ушел от опекуна, но нет. Задержался. Вот снова он получает мяч. Будет навес? Нет. Роман выиграет. Навешивал на ворота. Вот левый защитник Спартака пришел сюда. Йенчи навесил. Но все вот закончилось так, как вы видели. По-моему, опорного хава будет менять киевляне. Да, вот мы смотрим, тут кому обращается Анатолий Демьяненко. Анатолий Демьяненко. Минькович, да. Да, уходит Минькович, 36 номер. Успел назад Калиниченко. И мяч отбит. По всей видимости, Белькевич. Будет заменен. 36 номер. Да, это вот Милаш Нинькович. Сербский полузащитник. Снова ложа почетных гостей. Вот здесь Евгений Гиннер сидит. Тоже из непредставленных пока что мной. И снова Бояринцев бьет. И тут уже даже Егор Титов развел руками. Успевают спартаковские защитники отходить к своей штрафной. И все-таки численный перевес сейчас из спартаков. Ой, какой момент. Не попал Верпаковский по мячу. А передачу делал Ребров. Это снова с мячом Бояринцев. Против него Ротань Бояринцев. Теряет Калиниченко. Диога Ренкон хорошо в стенку играл с Олегом Бусиумом, который пришел в атаку прямо на место центрального нападающего. Вот много потерь началось в таких неоправданных. Это скорее всего из-за физической усталости. Я думаю, поэтому. И замены сейчас должны все-таки помочь. Как-то освежить игру. Исмачное отдает назад Белькевичу. Напрашивается перевод на Реброва. Ребров занял место на самый... Дойдет сейчас для него все-таки мяч. Да, Родриго сделала ему передачу. Ребров пойдет в обыгрыш. Нет, не дал ему обыграть себя Янчи. Не дал сделать подачу угловой. И использует эту паузу кивлянью для того, чтобы произвести замену. И, кстати, Ребров. Кстати, Ребров это был такой последний шанс для Реброва в сегодняшнем матче. Но Реброва мы еще, конечно же, увидим в матче. Ну, вы знаете, не совсем был он здоров. Я разговаривал с ним перед игрой. Немного простужен он был. И поэтому, наверное, это была договоренность, что около часа он сыграет. Нинкович Милош. Какая-то перестановка будет или пойдет на край? Нинкович. Итак, Милош Нинкович, еще раз повторяю, из Сербии и Черногории. Он сразу сейчас побежал в штрафную московского Спартака. Кивляне вбрасывают аут. Идет 65-я минута. Навес на ворота Спартака. Это трансляция первого канала. Спартак, Москва, Динамо, Киев. Счет 1-1. Сейчас отработал Верпаковский. Не достал. Такой рывок метров на 40 совершил. И сразу вторая замена. Идет у киевских динамовцев. Пас назад делает Родриго. Снова получает мяч. Но нет, нет, не сохранил его. И мы видим, что у кромки поля появляется Артем Милевский. Нападающий киевлян. Сейчас посвежее, наверное, киевляне будут выглядеть. Надо как-то и спартаковцам уже подумать. Сейчас может быть опасно. Вот пас Нинковичу, вышедшему на замену. Нинкович навешивает. Это штрафман. Да, это был толчок. Идиога Ринкон нарушил правила против Кольниченко. Спартак пробьет штрафной. И да, Верпаковский. Но мы обратили внимание на то, что Верпаковский подустал. И вот именно его меняет другой нападающий Милевский, который его часто ставит в пару. Либерам по таки киевского динамо. Но Марис Верпаковский удостаивается тоже аплодисментом. Даже как и Реброфы, того и другого очень любят болельщики. Верпаковский, помните, как он блестяще играл вот в том сезоне чемпионата Европы в составе сборной Латвии. Но вот прошлый сезон не очень ему удался. И сейчас он пытается снова завоевать место в составе, в основном составе киевского динамо. В последнее время Шацких выиграл в основном составе. Шацких, узбекский форвард тоже сейчас в запасе. Ну и кстати, давайте, вот сейчас мяч задел спартаковца, когда бил ротань. И угловой удар показывает боковой арбитр. Скажем, что в запасе у киевлян, помимо тех футболистов, которые вышли уже на поле, вратарь Луценко, а также защитники Федоров и Федориф. Это два разных человека. Полузащитник Дедечка, еще полузащитник Чернад, нападающий Шацких. Смотрите, какой он. Опять выручает. Ну что-то с зональной вот этой вот опекой не клеится у спартаковцев. И с угловых очень много проблем сейчас получают. Надо что-то менять. Но они, наверное, еще не могут привыкнуть к тому, что там нет видича. Да, и киевляне это поняли. И посмотрите, сейчас... Да, я вот продолжаю. Еще есть нападающий Марцваладзе. И вот Михалик, полузащитник, который сейчас готовится выйти на поле. Тем временем опасный момент. И мяч опускается на сетку ворот Ковалевски. Да, угловой как пенальти. Ты уже одиннадцатый, наверное, угловой, да, Виктор? И почти каждый очень опасный, жарко воротарский. Да, ну и последний запасной киевлян, который я должен представить, а собственно, который я уже представил в первом тайме, это россиянин, российский защитник Андрей Ещенко. Вот, но сейчас... Вот Старков тоже выпускает Оленичева. Оленичев готовится. Я уже вижу, да, Дима пошел. И вот новичок-новобранец Квинси. Вот это очень интересно. Это очень интересно. Сейчас нам покажут операторы, конечно, когда будет паз. Очень символично выходит ветеран Спартака Дмитрий Оленичев. И самое свежее... Вот сейчас так Оленичев приобнял молодого Квинси. Первый голландец в чемпионате России, между прочим. Что рискнет сейчас Старков второго нападающего? То есть оставит Олениченко или же так и продолжит играть с одним нападающим? Ну, мы смотрим на Спартаковцев, а рядом с ними Михалик, Тарас Михалик. Это новобранец. Он находится на просмотре в Киевском Динамо. И сначала посмотрим, кого заменит он. Он заменяет капитана киевлян Валентина Белькевича. Сразу скажем, что Тарас Михалик, это полузащитник. Отдал капитанскую поездку несмачному. Белькевич. Ну и сразу еще скажем, что он пришел из киевского ЦСКА. Там он играл на месте нападающего. Здесь его наигрывают на месте... Ну, пока он на просмотре, но пока наигрывают на месте крайнего полузащитника. Теперь от Спартаковских заменок. Не меняют, не удалось ему сегодня. Очень был нацелен Бояринцев. Вот родин Бояринцев. И вместо него... Смотрите, как тепло встречают. Но это встретили объявление о том, что Оленичев выйдет на поле. И Кольниченко уходит. Ну, немножко так, да, диктату стадиону перепутал, кто вместо кого уходит. Так или иначе, Бояринцев, Кольниченко ушли. А вместо них появились под восьмым номером Дмитрий Оленичев и двадцать девятый номер Винси. Винси начал играть левого полузащитника. Сохранилась схема Старкова с одним нападающим. Ну, интересно будет посмотреть сейчас за действиями новичка. Говорилось, что он быстрый, резкий и неплохо себя уже проявил на тренировку. Вот атака киевлян. Это Ираник. Ираник снимает. Оба молодцы. И Ковалевский тоже контролировал мяч. Да, ну что, угловой удар. Это уже я сбился со счета какой, но предвижу, что опять может быть опасно. Посмотрите, закручивал так неплохо. И прямо на линии ворот поймал мяч Ковалевский. Ну и так Квинси. Девятнадцать лет этому нападающему куплен он лондонского арсенала. Он игрок молодежной сборной Голландии. И Спартак не разглашает сумму контракта. По данным английской прессы, Квинси стоит полтора миллиона фунтов. Это вот, ну, больше, чуть больше двух миллионов долларов. И вот он сейчас с мячом. Но потерял, потерял мяч. Слишком много рвения. Слишком много рвения у Квинси. Болельщики с этапом смеются. По-моему, тут реакция была смех. Был финт хороший, но пока не вовремя. Ну что вы хотите, первое касание мяча в таком официальном турнире. Кстати, заключил контракт с Спартакомом Квинси по системе 3 плюс 2. То есть на три года, с возможностью продолжения еще на два года. Сейчас появление Леничева добавит еще больше комбинациям смысла. Спартаковским. Вот он, вот он Квинси, вот он Квинси. Смотрите, что делал. Сейчас уже понравилось. Ну вот я не знаю, я могу только тут сослаться на Спортэкспресс. По данным Спортэкспресса, что Спартак хотел купить нападающего Амкара Сергея Волкова. Но из-за того, пишет Спортэкспресс, что Пермский клуб запросил сумму почти в два раза больше, чем стоимость голландца, пришлось покупать голландца. Вот такие у нас происходят вещи в нашем футболе. Хотели Сергея Волкова, получили Квинси. Это Ленича подключился сейчас к атаке и нарушил правила. Нет Родригеса еще, да, мы забыли сказать, что у этого защитника Спартака что-то в семье с отцом произошло, и он улетел с испанского сбора в Аргентину. Родригес крайний защитник. Тут, в общем, Спартаковцы прежде всего сейчас нужно думать о центральных, да, Николай? Ну, в прошлом году это был защитник основного состава, и сейчас на первых играх в тресезонах он играл стартом. В общем, это можно сказать, что это потеря для Спартаковцев именно на этом турнире. В падении хорошо сыграл Моцарт, поборолся за мяч, отпасовал Леничеву, и вот вынужден Ковач отдавать назад Ковалевский. Бьет на противоположную половину поля, но здесь нет, здесь пара защитников центральных сработала Киевского Динамо. В свою очередь к киевскому вратарю попытался помешать Егор Китов, и Оленичев посмотрел. Не дошла передача, но увидел Титова. Вот Квинси сыграл с Ковальчуком. Ковальчук, а может сделать передачу положение вне игры, показывает арбитр. Во в сайт залез Егор Титов. Знаете, киевляне сейчас защитники, кто-то, по-моему, это Гусев, сделал шаг вперед. Нет, вы знаете, такой спорный момент на одной линии были. В общем, такой, да, я бы сказал, сомнительный момент. Это сомнительное положение вне игры было. Ну что, Квинси очень неплохо пока выглядит, но хотелось бы, чтобы он это поближе делал к штрафной или же к самой штрафной. Квинси, понимаете, он сыграл несколько матчей за Арсенал, но дело в том, что там пару к Анрии купили еще двух нападающих на его место. И он понял, что ему сложно пока претендовать. Еще одна замена у киевлян. Ну вот этот человек, на которого мы хотели посмотреть, это Андрей Ещенко. Андрей Ещенко, российский защитник, который был куплен, вернее, взят в аренду. На полгода его взяли в аренду у химок подмосковных. Опять Квинси. Мяч отскакивает туда к Йенчи. Йенчи играет с Моцартом. Да, очень сильно мне нравится, конечно, игра Моцарта. Действительно, он восстановился. И для Спартака это большой плюс. Дисциплинированная центральная полузащита. Мяч не дошел до Диога Ринкона. Вовремя так выставил ногу Ковач. Прервал передачу. Завалили, завалили Титова. Быстро пробили. Нет, судья хочет, чтобы сначала была замена. И сразу две замены. Но, во-первых, тоже известны нам фигуры. Флорин Чернат. Румынский полузащитник выходит на поле. Десятый номер. Но сначала вот эта замена. Вместо Олега Гусева появляется Андрей Еченко. Но много говорили о том, что, в общем, если в итоге все-таки там Олега Гусева, может быть, продадут тот же Милан. Хотя он подписал контракт с Киевом, как я сказал, до 2011 года. Может быть, как раз Еченко наигрывается на его место. Но, в принципе, Игорь Суркис это отрицал. Хотя вот сейчас замена на Кае, Еченко выходит вместо Гусева. И вторая замена у нас. Кого заменил Чернат? Николай, кого у нас заменил Чернат? Виктор. Вы знаете, я даже не успел сейчас заметить. Все внимание у меня сейчас на Квинсе. Вот он опять сейчас с мячом делает передачу. Ну, неплохо вписался он сейчас в комбинационную игру Спартака. Клебер идет вперед. И фалит против него Ковальчук. Так, ну, конечно же, Ротань ушел с поля, который нам понравился в сегодняшнем матче. И именно его заменил вот румынский полузащитник Чернат. Ну, наверное, использовали уже почти все замены, да, киевляне? Киевляне, я вот смотрю, да, если тут не ошибиться бы, но пять замен. Сейчас мы, наверное, увидим Квинс. Замен нет, и вот еще кто-то, еще кто-то разминается. Это Спартака, Квинаги, да, по-моему, выйдет на поле. Тем временем Родриго пробьет штрафной. И, по-моему, киевляне тоже, киевляне кого-то хотят заменить. Во всяком случае, один из тренеров киевского Динамо показывает, что вот кому-то из запасных разминайся, поактивнее разминайся. Очень неудачно сейчас пробил. Кто это бил, Виктор? 44-й. Родриго, это центральный защитник киевлян. Так в американском футболе. А вот Квинаги разминается. И Шацких, Максим. Ну, вот немного времени остается у этих футболистов, которые сейчас выйдут на поле, потому что уже сколько там, 13, уже даже меньше, 12 минут до конца этого матча. Но так или иначе, учитывая то, что команда не в лучшей физической форме, можно что-то успеть свежему футболисту сделать и даже за это время. Опять видите, Моцарт в отборе. И сегодня КПД очень хороший у Моцарта. Много выиграл единоборств. Вообще хорошо сегодня. Спартаковцы смотрятся. Хорошее командное взаимодействие. И хватает сил. Моцарт хорошо смотрится. А некоторых удивляет то, что он смотрится не по-бразильски. Действительно, он такой... Очень дисциплинированный. Да, я имею в виду его светлую кожу. Но как-то многие считают, что бразильцы это обязательно темнокожие люди. Нет, много бразильцев и таких вот, как Моцарт. К тому же у него есть в каком-то там колене польская кровь. Если уж мы так отмечаем сегодня Моцарт. Наверное, нужно сказать, что он пять лет отыграл в Риджине. Так что у него опыт хороший. Вы сказали о том, что у него опыт европейского футбола. А это смотрите, Клебер несется вперед. Чешский защитник Спартака получает предупреждение. Третье предупреждение сегодня у Спартаков. Федоров выходит у киевлян. В команде Дина Магеев забит. Вместо Андрея Несмачного, номер 26-й, Прегрузка поедет Виталий Федоров, номер 24-й. Только бразильская центральная пара защитников осталась на поле. Несмачно ушел. А здесь вот нужно различать. Есть Федоров, такой более опытный. А это 24-й номер Федорис. Федорис тоже защитник и гораздо более молодой, чем Федоров. Ну и Ковенаги. Вот говорили, говорили мы с вами о Ковенаге. Ковенаги все-таки вышел в место. Не отступает Старков от своей первоначальной схемы с одним нападающим. И рискует. Но, наверное, сейчас обе команды уже не прочь бы сохранить этот счет 1-1. А поскольку Павлюченко ушел, получается, что Старкова сейчас в атаке такая голландско-аргентинская связка. Хотя Квинс играет больше даже как-то оттянутого, да. Непадающий. Недаром ему в арсенале прочили местную позицию Бергкампа, да. Бергкампа. Чистый форвард, это скорее организатор под нападающими. Собственно, так он и играет. И больше смещается на левый фланг. Вот туда ему следовала передача. Но не точно. Не дошел пас. Клебер сыграл. Оленьчев подкатил. Оленьчев поборолся. И назад Ковалевский. Вот нужно цепляться за мяч сейчас Ковенаги, попытаться отобрать его. И со свежими силами сейчас может принести пользу команде. Вот первое касание Ковенаги, но, к сожалению, не удачное. Чернов сыграл, отдал Делго Ренконт. Но за счет него сыграл. И опять Ковалевский. А Ещенко хорошо выходил по правому флангу. Отвлек внимание. За счет Ещенко-то и получил такой удар. Потому что двоих защитников он на себя отвлек. Виктор, если вы статистику не ведете в угловых, просто я уже сбился. Но нам дадут в конце матча. В конце матча уж точно мы получим статистику. Очень большое преимущество по угловым. Чернов навешивает. Вот видите, куда Квинси отходит. Отошел, поборолся за мяч. Интересно посмотреть на него еще в отборе. Как у него с этим компонентом. Енчи будет вбрасывать. Если матч так и закончится в ничью 1-1. Это, в общем, ничья. Но по турнирным раскладам в пользу Шахтера. Потому что у Шахтера уже три очка. Шахтер становится единоличным лидером перед перерывом. Напоминаю, в турнире перерыв завтра на один день. Ну, по регламенте турнира, вы знаете, ЦСКА может еще выиграть этот турнир. Крупно обыграв киевлян. Ну, тем более, что да, при равенстве очков смотрят на разницу. Забитка по учителям мячей. Потом на количество забитых мячей. И потом клубный рейтинг Куэфа. В клубном рейтинге выше всех стоит ЦСКА. ЦСКА, потом идет Динамо Киев, потом Шахтер, потом Спартак. Но нужно еще, чтобы до этого дело дошло. Анатолий Демьяненко очень удачно возглавил киевское Динамо. Сначала как исполняющий обязанности главного тренера. Сейчас он главный тренер. И когда он брал команду... Сейчас посмотрим этот момент. Удар выше ворот. Когда Демьяненко брал команду, на 5 очков в чемпионате Киев отставал от Шахтера. А сейчас, перед возобновлением чемпионата, он возобновляется 5 марта. Уже преимущество в 3 очка у Динамо Киева. Ну, последнюю замену он сейчас произойдет. Да, и был в ваших экранах Ещенко, Андрей Ещенко. Есть что о нем рассказать. Но я думаю, что просто сейчас последние минуты уже матча. У него очень такая непростая судьба. Достаточно сказать, что он остался сиротой в очень раннем возрасте. К нам было 9 лет. Погибли его родители. Воспитывался в детском доме. Но мы еще поговорим об этом футболисте. Потому что у нас будет возможность откомментировать матч с участием киевских динамовцев. Родриго бьет вперед в направлении Клебера. Но Клебер, по-моему, как говорят футболисты, наелся уже. Он сегодня очень активно был на острие атаки. Себя вел киевского Динамо. Ну, несмотря вот на этот турнир, все равно команды выполняют свои программы подготовительные. И все, что на сборах запланировано, конечно, выполняются и двухразовые тренировки. И продолжительность этих сборов тоже психологическая усталость накапливается. Повторю, «Спартак» прилетел сюда из Испании. Киевляне здесь уже долгое время находятся на сборах. Но все это, конечно, накладывает отпечаток на футболистов и тренеров. Тяжело сейчас, конечно, требовать, чтобы какая-то из команд в конце игры взвинтила темп. Все-таки это предсезонка. Предсезонка, от которой никуда не деться. Хотя мы продолжаем об этом говорить. Это официальный турнир, который наверняка будет традиционным. Очень престижный турнир. Так что это, в общем-то, выше, чем предсезонка, согласитесь с этим, Николай. А вот наевшийся, как мы говорили, Клебер уступает место. Нет, дорогие друзья, это не Максим Шацких выходит на поле. Это совсем другой человек. Под шестым номером у Киевлян заявлен Атар Марцваладзе. Грузинский нападающий, который вот тоже сейчас на просмотре в киевском «Динамо». Это такой нападающий, но с которым, в отличие от Клебера, играет не на острие, а скорее атакует из глубины. Вот, во всяком случае, по тому, что мы видели в предыдущих матчах на сборах вот здесь киевского «Динамо». Так что Марцваладзе под шестым номером вышел на поле вместо грузинского нападающего, вместо бразильца Клебера. Пять минут остается до конца матча, но можно уже немножко подводить итоги. «Спартак», игра «Спартака» после этой игры в силу оптимизм. И вот эти... Вот сейчас, по-моему, была игра рукой. Ну, Бельгийц посчитал это неумышленно, и игра продолжается. Ну, это вот Тарас Михалек сыграл рукой, но, да, неумышленный, но... Тут все зависит от подхода. Итальянец бы, наверное, дал. Вчерашний итальянец бы дал. Вы знаете, вот «Спартаковцы» я, конечно, ожидал такой уже борьбы в игре. Вот что-то сейчас не заладилось. Да, как-то разыграли странно «Спартаковцы». Вяло этот штрафной. Ещенко навешивает. Хорошо Ковач оказался. И ваш любимый Моцарт все сделал как надо. И вот, смотрите, сейчас он может разогнаться от Квинси. Ну, давай, вперед, Квинси. Смотри, на протыке выиграл. А, еще бы пас. Еще бы пас Ковенаги ждал передачи. Очень быстрые ноги, вы знаете, очень быстрые. Вот какой он подборный пас Квинси немножко. И, по-моему, Оленичев не поверил. Да, он показывает Квинси большой палец. Немножко не поверил в то, что Квинси сможет сделать такую передачу. Ну что, Квинси заслуживает внимания, скажем так. В отборе хотели ее посмотреть, Николай? Вы увидели его в отборе сейчас? Знаете, у него такие же быстрые ноги, как и у Быстрова. Очень много он пользы может принести. И штрафных будет много зарабатывать для «Спартака». Потому что вы заметили, как он сейчас на протыке обыграл. Это хорошее свойство для нападающих. Ну и финн такой, как Криштиану Роналду. И смесь Быстрова с Криштиану Роналду. Это горючая смесь. Так вот, по сегодняшней игре, легкое резюме, «Спартак» как-то обнадежили. Были некоторые опасения. Ну, последние результаты тоже Испании не очень, скажем, хорошие были. Но «Шахтеру» проиграли 1-2. Правда, говорили, что матчу было преимущество «Спартака». Но вот сегодня, в общем-то, против такого грозного соперника и очень прилично, очень солидно выглядел «Спартак». По-спартаковски, скажем так. Ну и «Киевляне», конечно, тоже не огорчили. Это очень хорошая команда. Милевский там с мячом на фланге. И боковой арбитр показывает, что был фолл со стороны нападающего. Милевский нарушил правила. Но он скажет, что Анатолий Демьяненко сегодня использовал все семь замен, которые ему по правилам этого турнира можно было сделать. Гораздо более скромно вел себя Александр Старков. Ну вот, вы знаете, как Ващук сказал, завтра у них запланирована еще товарищеская игра у «Динамо Киев». Ну, видно, многие из участников сегодняшнего матча будут завтра задействованы. «Динамо» все завтра здесь, в Иерусалиме, проводят контрольный матч с «Битаром». Если будет возможность, можно будет посмотреть. Можно было, тем более, что «Динамо» видите, разгромно проиграли московские «Динамо Киевскому» «Динамо». Там сначала сообщалось, что 0-3, потом был еще один вроде бы гол забитый на... Кстати, «Ещенко», да, по-моему, на 90-м. В общем, 0-3, 0-4 в любом случае с крупным счетом. Неприятно. Ну, каждый решает свои задачи на сборах. Не все команды в одинаковом состоянии находятся. Каждый тренер подводит свою команду к определенному соревнованию и все просчитывает. Дидура прыгнул, как-то на мгновение потерял мяч из виду. Но все хорошо закончилось для «Спартака». Ковалевский, который не раз сегодня спас свою команду, скажем прямо. И, кстати, еще раз об этом напомним, что он мог спасти от пропущенного мяча. Но там неудачно Клиниченко оказался на линии ворот и помешал своему батарею. Нам показывает резервный арбитр «Гвардис», что добавлены 2 минуты. Киевляне атакуют, «Спартак» контратакует. И сильную передачу делает «Яранок». Квинси. Квинси, по-моему, уже понравился спартакским болельщикам. Ковенаги получил мяч от Титова. Ковальчук пас на левый фланг. Там Оленичев. Но может разобраться 1-2-1, Дима. Все, подоспели уже. Но подождал Ковальчука. Ковальчук пас назад Титову. Титова опережает в таком довольно неловком броске Михалик. Но, тем не менее, сумел помешать Титову. Но вот Ковенаги получает мяч опять не на своем месте. И назад. Не здесь, он не здесь должен играть. Не на своем месте, да. Он должен быть ближе, конечно, к штрафной площади. Но там сложнее, Виктор. Николай, это не его команда. Но скажем прямо. Давайте подождем. В Аргентин играл совершенно по-другому. Знаете, нападающий одного касания. Фланги работали больше, наверное, у Ривера. Спартак же играет по-другому. Чернат. Пас. Ну что, может быть, последняя атака? Последняя атака. Киевляне спешат. Киевляне спешат. Брасывают аут. Чернат с мячом. Посмотрел на секундомер бельгийский арбитр. Чернат переводит на правый фланг. Здесь Йенчи все контролирует. Виктор, ну логичным исходом, наверное, ничья. Да? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Вот несмотря на такой дисбаланс по количеству угловых, угловых. Все-таки, в общем, у Спартака были свои моменты. Я думаю, что логичный результат. Такой результат, как мы уже говорили, в пользу Донецкого Шахтера. И после завтшнего перерыва, еще раз скажу, мы с вами встретимся теперь в среду на матче Спартак-Шахтер. 8 февраля и 9 февраля на игре ЦСКА «Динамо Киев». Мы, кстати, вот сейчас желаем удачи Владиславу Бущуку. Жмем ему руки. Одновременно Николай Пизырев и я. И вот матч закончен. 1-1. Таким образом, Тонецкий Шахтер набирает 3 очка. Нет очков у ЦСКА. И по одному очку после, скажем так, первого тура соревнований у московского Спартака и киевских «Динамовцев». 1-1. Я еще раз напомню, что в сегодняшнем матче, что оба мяча были забиты в первом тайме, что счет открыл Спартаковец Павлюченко, которому очень хорошо ассистировал Ковальчук. Павлюченко точно пробил головой. И, кстати, второй мяч, на этот раз уже ворот Спартака, тоже был забит головой. Отличился защитник Киевлян Радольфо. Вот счет 1-1 на табло. И мы прощаемся с вами. Еще раз вам скажу, что сегодняшний матч помогали вам смотреть комментаторы Николай Писырев и Виктор Гусев. Это была трансляция Первого канала. Теперь увидимся и услышимся с вами в среду. Всего вам хорошего и берегите себя.